Всем привет. Меня зовут Арсений. Я работаю в Decurity. Мы занимаемся безопасностью DeFi протоколов. Это новая компания. И сегодня я расскажу о безопасности смарт-контрактов, но не обычных, а тех, которые можно обновлять. План будет такой. Сначала расскажу вообще, зачем нужны upgradable контракты, то есть прокси. Затем перейду к основным шаблонам. И затем расскажу, собственно, об уязвимостях, которые есть в этих шаблонах, а именно о прокси Storage Collision. И рассмотрим три кейса, которые… это уязвимости и хаки, которые произошли из-за уязвимости в имплементации проксей, в некорректной имплементации. И в конце расскажу о том, как находить такие уязвимости с помощью каких-то инструментов и техник. Ну, собственно, зачем нужны прокси? Наверное, все знают, что смарт-контракты это неизменные, незаменяемые контракты, то есть код, который невозможно подменить. Собственно, в этом и является его основное преимущество. То есть смарт-контракт отличается от обычного кода тем, что есть гарантия того, что он исполнится только одним образом, невозможно изменить его результат. И все это благодаря блокчейну. Но вместе с этим появляются недостатки. То есть необходимо уделять огромное внимание качеству этого контракта. Любая малейшая ошибка в этом контракте приведет к тому, что его взломают, и ты не сможешь никак на это повлиять. Ты не сможешь его запатчить, в отличие от обычных веб-приложений, где ты можешь просто запушить фикс в гид, он раскатится по сервакам, и уже будет новая версия вашего приложения. В контрактах так не работает. Поэтому иммьютабл смарт-контракты, они, ну, соответственно, неизменяемы. Но зачем так делают? Зачем вообще нужно делать неизменные смарт-контракты? Это гарантирует то, что они будут выполняться только так, как были запрограммированы. То есть невозможно сделать так называемый RockPool. RockPool с английского можно перевести как выдергивание коврика из-под ног, то есть когда некий код ведет себя не так, как предполагалось. Обычно этим термином описывают всякие ситуации, когда разные скамовые токены забирают ликвидность в себя или Uniswap пары. И затем в один момент администратор этого контракта просто делает RockPool, то есть забирает все токены в этом контракте. И, как правило, там есть просто маленькая не ошибка, а особенность, которую не всегда можно заметить. Либо просто подменяется имплементация этого контракта. В общем, да, существует два типа. То есть дружные контракты, у которых код не меняется. То есть то, что ты видишь, то и исполнится. Я здесь привел три таких примера. Это Uniswap, самый, наверное, известный контракт. Это децентрализованная биржа. Торнадо. Наверное, самый хайповый проект последних двух недель из-за всем известных новостей. Это эфировский миксер, который позволяет добавить privacy к вашим транзакциям. То есть никто не сможет увидеть отправителя и получателя. Точнее, можно разорвать связь между отправителем и получателем в транзакциях. И Curve – это, можно сказать, аналог Uniswap, тоже DEX, но он работает не для всех токенов, а для тех токенов, которые плюс-минус равны по своей цене. Ну, то есть для стейблкоинов по факту. Ну, то есть Curve позволяет USDC на USDT поменять и для других ассетов. Как выглядят операции с безопасностью? Ну, не операции с безопасностью, а вот именно мониторинг состояния контракта. То есть то, как он работает именно, когда уже задеплоен. Обычно алгоритм таков. Вначале находят те параметры, которые являются нормальными для данного контракта. То есть для каждого это могут быть свои, в зависимости от того, что делает контракт. То есть если это лендинг, то нужно следить за тем, чтобы выполнялся, так называемый, solving secretariat, чтобы этот контракт был платежеспособен, мог вернуть долги. Надо следить за тем, чтобы цена была в определенном диапазоне и так далее. То есть мы определяем какие-то нормальные параметры для контракта. Затем мы вбиваем эти параметры в любую мониторилку. Например, есть достаточно известный проект Forte, который позволяет мониторить контракты в продакшене, то есть когда они уже задеплоены и работают. И если эта мониторилка находит какую-то аномальную ситуацию, то мы должны реагировать. И в случае со смарт-контрактами мы не можем заблокировать атаку до ее начала. У нас нет такой возможности. То есть мы можем реагировать только постфактум. И мы можем среагировать следующим способом. Мы можем поставить контракт на паузу. Например, что-то нельзя было делать депозиты в него. Мы можем изъять всю ликвидность из пары, например. Либо выполнить emergency exit. Ну и, соответственно, когда мы среагировали, когда риск митигирован, мы должны пропатчить этот контракт. И в случае патчинга, почему мы не можем просто взять и задеплоить новый контракт? Ведь это же так просто. Но в DeFi немного другие принципы. DeFi, он, так сказать, композабл. То есть все протоколы в DeFi, они существуют в одной экосистеме. И каждый протокол может обращаться к другому. И когда ты обращаешься к протоколу, ты используешь не только фронт-энд, ты можешь это делать еще и из другого контракта. А чтобы это сделать из другого контракта, ты должен знать адрес этого контракта. И эти адреса, они фиксированы, они статичные. То есть если мы деплоим новый контракт после патча, то, соответственно, адрес меняется. И в DeFi это критично. То есть если мы меняем адрес, то все другие контракты, которые полагаются на наш контракт, они продолжают использовать уязвимую версию, а не ту, которую мы запатчили. Но существует несколько поркараундов. Для этого есть шаблоны, при которых существует специальный контракт-реестр, в котором хранятся адреса на актуальной версии контрактов. Например, такое используется в протоколе Aragon. Либо можно делать ENS Resolution, то есть можно по ENS имени определять адрес контракта. ENS это как DNS, только в мире эфира. То есть можно регистрировать человека понятные имена, например, там test.edh, и он будет резолвиться в конкретный адрес. То есть если мы патчим контракт, то просто меняем указание этого имени на другой адрес. Ну как поменять A-запись в DNS, например. Но наиболее частая практика – это прокси. То есть в контракт-реестре и резолвить ENS – это достаточно дорого, если делать в самом контракте с точки зрения газа, так как в эфире за каждую операцию нужно оплатить реальные деньги. Поэтому используют прокси. Теперь мы перейдем, собственно, к пониманию прокси и вообще на каких основах все это держится. Ну, собственно, прокси – это некая обертка над реальным контрактом. Можно сделать аналогию с реверс-прокси сервером. Если вы вебщик, то это точно будет для вас понятно. То есть это просто как Nginx перед апатчем. Ну и, собственно, самая основная функция прокси – это сфарвардить все колы на ваш контракт на некую имплементацию. То есть на контракт, в котором содержится вся логика вашего контракта. И основное свойство прокси – это то, что у него, собственно, есть статичный адрес. То есть он не меняется. И выглядит это примерно вот так. Ничего сложного. То есть мы как EO, то есть externally owned address, то есть просто аккаунт, не контракт, отправляем транзакцию на статичный адрес прокси, и уже она решает, куда дальше сфарвардить наш вызов. То есть обычно там есть перемены, в котором указан адрес текущей имплементации. И как же это работает в коде? Все прокси работают с помощью delegate call внутри fallback функции. Сейчас я объясню. Начну с fallback функции. В принципе, по названию понятно, что это некая заглушка, которая выполняется, когда в контракт произошел call на несуществующую функцию. То есть у нас в контракте есть список функций, есть диспатчер, который решает, какой код запустить в зависимости от имени функции. Если диспатчер не находит эту функцию, то он запустит fallback. То есть по факту в проксе нет ни одной функции, кроме fallback. Ну не для всех, конечно, но обычно это так. И в этой fallback функции исполняется delegate call. Сейчас расскажу, что такое delegate call. В виртуальной машине эфира есть три способа взаимодействия между контрактами. Это call обычный, то есть тот call, который меняет state. Ну то есть это запись. Есть static call. Это call, который не меняет storage контракта, то есть чтение. И delegate call. Это как первый call, но он работает в контексте текущего контракта. То есть мы меняем собственный storage, а не storage контракта, к которому мы обращаемся. Вот на этой схемке будет еще более понятно, в чем различие между call и delegate call. Сверху взаимодействие с помощью обычного call. То есть мы делаем call в контракт. Для него MSG sender, то есть отправитель транзакции, это собственно наш адрес, MSG value тоже от нас, и storage этого же контракта, то есть контракт А. Он делает call в контракт Б. Для контракта Б MSG sender, то есть отправитель транзакции, уже будет контракт А, MSG value, то есть количество эфира, которое было отправлено, это тоже будет от контракта А, а storage будет его собственным, то есть от контракт Б. Если же мы делаем то же самое, но контракт А делает delegate call в контракт Б, то для контракт Б MSG sender будет уже не контракт А, а наш адрес, то есть его. И MSG value тоже будет не от контракта А, а от ЕО. И соответственно storage будет не контракт Б, а контракт А. То есть при delegate call контракт Б будет по факту работать на storage контракта А. Стоит сказать, как вообще инициализируется прокси, ведь стандартный механизм с конструкторами не будет работать по той причине, что конструктор, он работает при деплое на storage текущего контракта. Если же мы деплоим прокси, то конструктор сработает на storage имплементации, то есть контракта Б с предыдущего слайда. Но нам нужно, чтобы инициализация произошла именно на storage proxy, поэтому используется специальный шаблон с помощью функции initialize. Собственно, это просто конструктор, который переименовали в обычную функцию. И эту функцию зовут вручную. Вот и вся разница. Единственная особенность в том, что нужно писать дополнительный код, который предотвратит повторную инициализацию. То есть в случае с конструкторами это достигается самим языком, то есть Solidity будет проверять, что конструктор нельзя было второй раз запустить. А если мы переименовываем в обычную функцию, то мы должны сами следить. Но благо есть те же самые open-seppling контракты, которые де-факто являются стандартной, либо и Solidity сейчас, в котором уже все эти примитивы существуют. И расскажу про два основных шаблона проксии. Первый это Transparent Proxy Pattern и второй UUPS – Universal Upgradable Proxy System. Названия сложные, но на самом деле разница между ними очень простая. В первом случае логика, которая апгрейдит имплементацию, она находится в самой проксе. А в случае UUPS эта логика находится в самой имплементации. Вот и вся разница. И вот в табличке видно, как будет реагировать прокса и ее имплементация в зависимости от того, кто посылает транзакцию. Если это owner транзакции, то ему будет доступна функция upgrade to, которая позволяет, ну собственно, апгрейдить имплементацию. Если же это обычный аккаунт, не админ, то будет логичный реверт, потому что у него нет доступа. И все это разгончение просто захардкошено в проксе, которое решает, куда сфарвардить колл, в зависимости от того, кто сделает этот колл. И существует два лейаута сториджа. Так называемый structured storage, когда у нас есть четкая структура сториджа, она шарится между контрактом и имплементацией, и, как правило, достигается просто наследованием одного и того же контракта проксой имплементации. Вот мы встречали такое на аудите, и это, честно, очень плохая практика, потому что любое изменение вот этой шариной либы, которая наследует проксой имплементации, она будет приводить к коллизиям, о чем я расскажу позже. Поэтому лучше применять второй шаблон, который называется unstructured storage. Он реализован в рамках EIP 1967. Это стандарт в эфире, который описывает, как хранить адрес имплементации в проксах. Здесь тоже нет ничего сложного. Просто ребята из OpenTapelin предложили просто в рандомный слот писать адрес имплементации. Ну, не совсем рандомный, конечно, а даже скорее в детерминированный слот, но просто заранее описать, где именно искать имплементацию контракта. И это сделано так, чтобы была минимальная вероятность того, что контракт прокса перезапишет этот слот. Собственно, приходим к уязвимостям, коллизиям. Вот про EIP 1967 я тоже сейчас расскажу, как он влияет на коллизии. Прежде всего, надо сказать вообще о сторидже в виртуальной машине эфира для понимания, собственно, того, как происходят коллизии. Здесь тоже ничего сложного. Сторидж в эфире – это просто маппинг слотов. Адрес слота – это unit 256 и значение тоже unit 256. То есть размерность – она 2 256 степени. Это очень много. То есть можно записать все, что угодно, но это будет дорого. То есть записать все слоты в эфире никогда не получится. И еще одно важное свойство – в эфире нету аллокатора. То есть контракт может писать и читать куда угодно. То есть ему доступен весь space storage. Ну и, собственно, слоты заполняются линейно один за другим в зависимости от типа переменной. Есть динамические переменные, длину которых мы заранее не знаем, а есть статичные, как в этом примере. Это unit 256. Первые две переменные – это статичные переменные. То есть мы заранее знаем адрес. Соответственно, первый слот – это первая переменная, второй слот – это вторая переменная. И затем идет переменная items. Она уже динамичная. То есть мы заранее не знаем, какая у нее будет длина. Но функция allocate – мы насильно присваиваем длину этого массива к двум. И дальше solid, точнее, evm уже знает, сколько слотов отводить для данной переменной. Соответственно, в слот 2 мы пишем длину этой переменной. И затем значения элементов этого массива пишутся по адресам как кичак 256 от номера слота, в котором хранится длина. То есть от второго слота. И дальше последовательно плюс 1, плюс 1. В данном случае мы заполняем кичак 256 от 2 и от 2 плюс 1. Тогда пишутся значения. Но не буду дальше углубляться, пожалуй, в storage. Это не так важно для понимания темы. Вот внизу есть хорошая ссылочка, где объясняются основные принципы работы storage и в привязке именно к коллизиям в проксях. А теперь рассмотрим, что есть structured storage на практике, как он выглядит именно с точки зрения виртуальной машины эфира. Предположим, что у нас есть прокси, у которой свой storage, и есть имплементация, у которой тоже свой storage. И, как видим, storage не мапится, у прокси имплементация. Они пересекаются друг с другом. Конкретно первый слот, если у прокси объявлена переменная implementation в самом начале, и сама имплементация ничего не знает об этом, то у них первый слот будет пересекаться, и, соответственно, у прокси вместо имплементации, вместо адреса имплементации будет адрес оунера. А как правильно? Это, собственно, использовать EAP1967, то есть unstructured storage. И он, собственно, регламентирует, куда мы должны записать адрес имплементации. И в этом стандарте описано, что мы должны взять вот эту строчку и в 967.proxy.implementation посчитать от него кичак.dx56, отнять единичку, в общем, сделать эти преобразования, и по указанному адресу будет всегда гарантирован адрес имплементации. И это удобно как раз для того, чтобы всякие эксплореры типа Эзерсканы всегда знали, куда смотреть, если они видят, что контракт является проксией. То есть если проксия следует данному стандарту, то на Эзерскане вы всегда увидите дополнительные кнопки, которые позволяют прочитать, собственно, саму имплементацию. Коллизии также могут быть не только между проксией и имплементацией, но еще между двумя имплементациями. То есть lifecycle обновления выглядит так, что вы сабмините новый адрес имплементации через функцию upgrade to и заменяете implementation 0 на implementation 1. И здесь тоже могут быть множество подводных камней, если вы делаете это все руками, не используя библиотеки типа openceppelin. Например, как в данном случае мы решили добавить новую переменную в новую версию контракта, добавили ее в самое начало last contributor. И когда мы обновляем версию 0 на версию 1, у нас last contributor начинает перезаписывать owner. Происходит коллизия. И так делать, конечно же, нельзя. И случалось много хаков из-за такой невнимательности. Но благо есть библиотека openceppelin, которая делает все правильно за нас. И она делает очень просто. Вместо того, чтобы писать в начало, она пишет в конец. То есть у нас получается storage extension. То есть мы просто добавляем новые перемены, не перезаписывая те, которые уже есть. И вот если вы смотрели исходники openceppelin контрактов, там всегда есть отдельная функция, переменная gap. Она как раз нужна, чтобы добавлять новые переменные в сами контракты openceppelin. То есть они сами для себя сделали такой задел, который позволит им в будущем добавлять новые переменные в их контракты. То есть они никогда не перезапишут какие-то существующие переменные. И теперь перейдем, собственно, к кейсам. Какие вообще происходили уязвимости, какие были хаки, связанные с проксями и с плохими практиками обновления. Очень интересный кейс, когда нашли уязвимость прямо в openceppelin контрактах. Если смотрели в гитхабе, у них есть обычные контракты и есть upgradable контракты. Это те же самые обычные контракты, но с дополнительными функциями типа как раз initialize или там initializable. У них есть еще дополнительные модификаторы. И в этих дополнительных контрактах, которые используются как раз для проксей, там была критическая ошибка в 2021 году. Она позволяла просто прикнуть любой проксю, если сделать инициализацию имплементации. То есть мы находим имплементацию. Обычно, если вы посмотрите имплементацию на изерскане, то все перемены у нее будут равны нулю. Это потому, что storage находится не у нее, а у прокси. И в этой визимости exploit заключался в том, что нужно было обратиться напрямую к имплементации, минуя прокси, и вызвать у нее функцию initialize, которая, собственно, инициализирует состояние имплементации. Но вообще инициализация имплементации ничего не даст, ведь мы меняем storage самой имплементации, а не storage. Это логично. Но здесь дело касается UUPS шаблона. Напомню, что в этом шаблоне логика апгрейда прокси, она находится в самой имплементации, а не в проксе. собственно нашли такой способ, который позволяет в этой UUPS имплементации сделать инициализацию, то есть выполнить функцию initialize, и при этом будет выполнен, будут выполнены миграции с помощью delegate call'а. То есть там есть функция upgrade to, которая сделает delegate call в прокси и проапдейтит из имплементации адрес этой имплементации в проксе. Наверное, немножко запутанно, но смысл в том, что мы из этого delegate call'а делаем upgrade to в нашу имплементацию, которая делает self-distract. То есть просто удаляет контракт. И напомню, что delegate call'а он работает на сторидже того контракта, который вызывал. То есть если позвать у имплементации initialize, то и передать туда наш exploit, то эта имплементация просто сама себя удалит. А если имплементация сама себя удаляет и при этом она используется в проксе, то прокса перестает работать. И внизу видно, как openceppling зафиксили эту изимность. Они добавили модификатор, который проверяет, что функцию upgrade to and call можно выполнять только из delegate call'а. То есть обычный call'а уже бомб call'а. Ворм call'а это cross-chain bridge, очень большой. В какой-то момент у него было более 500 миллионов залоченных средств в нем. Его уже ломали несколько раз. Вот самый крупный хак был в феврале этого года. Тогда он потерял 325 миллионов долларов. Но тогда уязвимость была не связана с проксями. там что-то в салане было. Но в этот раз нашли уязвимость, но ее не засплоитили, а сообщили через им Unify в этот проект. И заплатили 10 миллионов долларов баг-баунти. Это до сих пор самая крупная выплата на им Unify. Выплата огромная, но баг очень простой. Он практически такой же, как в OpenCappellin. Там также использовалась UPS прокса. Там использовался в том числе и OpenCappellin старый, но немножко модифицированный. Все то же самое, но вместо оунера там использовались так называемые гардианы. Эти гардианы, то есть какие-то наборы админов этого протокола, они могли апдейтить, имплементацию и чтобы продать имплементацию эти гардианы должны подписать вместе транзакцию и засобмитить ее функцию upgrade to. Ну и баг здесь точно такой же как в OpenCappellin по факту. То есть мы напрямую обращаемся к имплементации и вызываем ее initialize. так и еще да скажу что да мы вызываем initialize то есть сама имплементация без оунера то есть ее никто конечно же не инициализировал все делалось через проксю мы становимся админами этого контракта и вызываем upgrade to и в качестве адреса на который проапгрейдится указываем exploit который делает self-destruct и этот self-destruct вызывается из delegate call через upgrade to в итоге имплементация просто удаляется и прокси перестает работать следующий проект это audios это такой веб3 spotify здесь немножко другая уязвимость по технике здесь уже проблема не в правах на имплементацию а в том что именно в layout storage этот баг к сожалению или к счастью засплойтели на 6 миллионов долларов в их нативных токенах и интересно что их контракты аудировал сам open zeppelin и не заметил эту уязвимость баг здесь достаточно простой в проксе зачем-то первой переменной указали прокси админ и если ты указываешь прям в первой переменной какую-то перемену она занимает первый слот в этой проксе а имплементация ничего не знала об этом проксе админ и хранила там переменные initializing и initialize о которых я уже говорил это переменные open zeppelin они собственно заняли один и тот же слот и здесь важно посмотреть на значение этого проксе админ вот внизу есть интересная картинка которая показывает как собственно этот слот 0 заполняется initializing и initialize занимает по одному байту и они занимают последние два байта проксе админа и соответственно initializing занял предпоследний байт то есть ab initialize последний ac abc это не false то есть это всегда будет true а в коде аудиоса в модификаторе initializer который проверяет чтобы имплементация нельзя было еще раз инициализировать был следующий require он просто проверял что инициал любой из этих условий удовлетворяется то есть если у нас initializing true то мы проходим проверку идем дальше вот это неправильно тут еще надо сказать что использовалась старая версия openceplein но в новых уже такой проверки нету в initializer там они более грамотно проверяют и в новых версиях openceplein это бы не сработало но здесь все звезды сошлись и соответственно true в initializing привел к тому что атакующий мог напрямую опять же переопределить переменные в governance протоколе и собственно задренить контракт и кратенько о тулах и техниках которые можно использовать чтобы находить такие баги потому что такие баги можно находить автоматически они не требуют того чтобы часами смотреть в код и понимать все особенности тут просто нужна формальная проверка сториджа и всех зависимостей контракта первая утилита которую порекомендую это sol to email эта консольная утилита позволяет у любого контракта в мейнете посмотреть сторидж не просто посмотреть layout сториджа еще вместе со значениями вот если вы хотите разобраться в том как evm заполняет сторидж то рекомендую эту утилиту вот допустим интересный первый слот у нас есть адрес который занимает 20 байт в солидите и есть пулевая переменная которая занимает один байт и как видим компилятор солидите выделил целый слот в 32 байта под эти две перемены то есть он запаковал две перемены в один слот вот и такие особенности очень легко глазами визуализировать с помощью этой утилиты вторая утилита это слезер а конкретно слезер check upgradability наверное многие из вас пользовались слезером но не все знают что там есть еще набор helper утилит которые делают очень полезные вещи и вот если вы просто запускаете слезер то этого мало нужно всегда проверять upgradability если используется proxy еще там есть слезер check ERC 20 слезер check ERC в общем все ERC которые могут быть они в общем эти helper утилиты очень помогают при аудитах и конкретно check upgradability может проверить именно storage двух контрактов но его тоже нужно запускать определенным образом то есть нужно указать имя proxy то есть имя контракта в котором содержится прокса и указать имплементацию тогда слезер сопоставит storage proxy контракта и скажет что есть какие-то коллизии между ними здесь наверное плохо видно но вот красным слезер показывает что у кавернанса и то есть имплементацию и proxy пересекается первый слот вот то есть простейший запуск helper утилиты мог бы предотвратить хак аудиос и третья тут порекламируем наш репозиторий в котором хранятся правила которые позволяют находить по шаблонам различные плохие практики в контрактах и в частности мы написали правила которые позволяют находить кейсы как в аудиос то есть когда proxy и имплементация имеют конфликтующие сториджи вот и еще там плюс много разных полезных правил которые даже сейчас могут в мейнете найти вам интересные уязвимости с плюсовыми балансами на контрактах не является инвестиционной рекомендацией вот собственно все спасибо большое спасибо арсений сейчас сессия вопросов пожалуйста у кого-то есть вопросы поднимите руку спасибо большое за доклад вот вопрос про delegate call как delegate call узнает какой контракт его надо за хардкор деконтракте A получается да да и получается мы можем получается знать какой контракт прокси использует ну да конечно то есть мы всегда можем смотреть какая имплементация в данном вот в данный момент используется прокси вот как раз ей 1967 про это ас-то помогает найти адрес прокси чтобы в нем в ней уже поискать баги получается ну да и получается правильно я понимаю что если мы какой-то фронтенд ну фронтенд ссылается на какой-то контракт прокси то у нас все контракты которые мы должны типа апгрейд они должны ссылаться на этот контракт прокси вернее не сама имплементация ссылается на контракт прокси а прокси ссылается на имплементацию а во фронтенде мы указываем контракт чего во фронтенде мы указываем контракт прокси то есть тот статичный адрес собственно ради чего и нужна прокси понял все спасибо да Арсений спасибо за доклад у меня вопрос наверное не совсем по теме но тоже а как часто на практике во время аудита встречаются какие-то типовые уязвимости но с того же эзернаута там рентресси доз и прочее прочее или такие заказчики они не доросли и не приходится аудитам ну в нашей практике прям чтобы взять лизер и он что-то толковое нашел ни разу не было то есть такие вещи обычно сами девелоперы сразу находят там им помогают эти ешки вот мы находим уже более такие глубокие уязвимости связанные даже не с этим конкретным кодом а с кодом который может повлиять на данный код ну то есть в DeFi как я уже говорил все контракты живут в одной среде если какой-то контракт взаимодействует с другим то скоб расширяется ты должен смотреть еще второй контракт и вот чтобы просто статическим анализом найти в контракте какой-то баг ну у нас пока еще не так много опыта потому что мы новая компания но в принципе мне кажется у топовых проектов которые идут на аудит уже такого нет это скорее исключение чем правило но еще второй вопрос но наверное тоже не совсем по теме а приходит на путинка NFT биржа и говорит что мы хотим чтобы провели аудит контракта плюс еще и веба ну то есть сразу в скоб или разделяете не такое тоже есть делали такие заказы да то есть безопасность фронтендов очень важна это один из основных векторов кстати когда ломают именно фронтенд зачем искать какие-то баги в смарт-контрактах если можно поломать фронтенд заменить дом адрес и собственно все будут отправлять транзакции на этот адрес вот так что да фронтенду нужно большое внимание уделять и очень много хаков из-за этого произошло в последнее время да спасибо вопрос про слайд фронтенду фронтенду можно отправить эфир в контракт двумя способами можно выполнить трансфер тогда эфир точнее виртуальной машины эфира даст всего лишь 2300 газа на этот трансфер а можно сделать кол обычный кол и передать эфир и тогда не будет этого ограничения и соответственно если мы делаем трансфер а там у нас фолбеки который принимает наш эфир какой-то код который выходит за пределы 2300 то эфир не дойдет и соответственно этот прокс просто перестраховывается от таких трансферов в себя есть статья у консенсисов консенсис у аудиторов и они там предостерегают того чтобы использовать трансфер ну вообще использовать трансфер для передачи эфира они там рекомендуют всегда использовать колл но это тоже не очень вариант если ты делаешь неправильный колл как раз из-за реэнтранса наверное многие знают об этой видимости самая известная видимость в эфире если делаешь колл то возможен реэнтранс при трансфере такой возможности нет как раз из-за вот этого ограничения по газу но вот есть такая рекомендация от уважаемых аудиторов которые предписывают использовать колл вместо трансфера и собственно прокса следует этой рекомендации еще вопросы спасибо арсении спасибо спасибо